Господу, друзья! Давайте прославим еще раз Иисуса Христа, который по-настоящему спасает, защищает, ограждает. Амэн! Не зря в псалме написано, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, Ты прибежище мое, Ты Бог, на Которого я уповаю. Давайте поднимем свои руки и поблагодарим Бога, что Он наша защита, спасение, ограда. Боже, мы благодарим Тебя за Твою верность, Господь. Спасибо за Твою любовь. Спасибо. Без Тебя мы ничего не можем. Боже, спасибо Тебе. Благодарим Тебя, Иисус. У престола милости Твоей Ангелы поют Тебе Ты свят Воссоединяемся, хвалий, И слова любви к Тебе летят. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Святою окружен Всемогущий Бог на небесах Свят Господь, Свят, Свят Господь Слава, Свят, Свят Свят Господь, Свят, Свят, Свят Господь Свят, Свят Господь Свят, Свят Господь Ты даровал нам в жизни победу Своей святой кровью Ты смыл с нас все грехи Спасибо тебе, спасибо тебе, Иисус Слава, Свят, Свят, Свят У престола милости твоей Ангелы поют тебе, Ты свет Слава, Свят, 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 Свят Слава, Свят, Свят, Свят На престоле Ты превознесет Небо и земля в твоих руках О, Иисус Слава и хвалою Аюх, Ох, Ах, Ох, Окружон Всевогучий Бог на небесах Свят, Свят, Свят Господь Слава, Свят Господь Свят, Свят Господь Свят, Свят Господь Свят Господь, Сава Бог. Свят, Свят Господь, Сава Бог. Свят, Свят Господь, Сава Бог. Благодарим Тебя, Святой! Благодарим Тебя, Всевогущий, Великий, Славный Бог наш. Ты достоин всей хвалы, Ты достоин всего поклонения, Драгоценный, чудесный, Великий. Достоин, достоин, достоин славы всей. 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 Достоин, достоин славы всей. Достоин, достоин славы всей. Достоин, достоин, достоин славы всей. Достоин, достоин славы всей. Достоин, достоин славы всей. Достоин, достоин, достоин славы всей. Давайте все поднимем свои руки и ещё раз скажем, Что Он достоин со всеми ангелами. Достоин, достоин, достоин славы и сменей. Достоин, достоин, достоин. Агнец Божий заклонный за нас. Достоин славы и сменей. И достоин. Достоин, достоин, достоин славы и сменей. Иисус достоин, достоин, достоин славы и сменей. Достоин, достоин, достоин славы и сменей. Достоин, достоин, достоин славы всей. Достоин, достоин. О, свят, свят, свят Господь завоход. Свят, свят Господь завоход. Свят, свят Господь завоход. Свят, свят Господь завоход. Отец Небесный, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, благословляем Твое великое и святое имя. Мы благодарим Тебя за силу Твоей крови, которой Ты нас омыл, оправдал, очистил. Мы благодарим Тебя за спасение, за прощение, за оправдание, за милость Твою Господь. Вся слава Тебе. Святой Дух, я прошу Твоего присутствия на этом месте. И я прошу Тебя, Дух Святой, благослови, чтобы сегодня в этот вечер Твое присутствие, Твое помазание оживило каждое сердце. Принесло видение, принесло силу, принесло дух веры. Мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя. Аминь. Добрый вечер, братья и сестры. Добрый вечер. Пожалуйста, присаживайтесь, слава Богу. Давайте наших певцов, музыкантов поблагодарим. Слава Богу за вас. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие. Вот, слава Богу, когда в церкви есть прославление, есть поклонение, есть хвала. И сегодня за долгое время у нас такое служение, когда собрались верующие в основном. Знаете, я уже соскучился за верующими, потому что везде мы проповедуем неверующим, рады такие, потому что все каются. Вот, мы сегодня были в величайшем городе на земле. Называется он Синельниково. Вот, это город, которому подчиняется Першотравенск полностью. И вот пастыр Александр сегодня набил туда толпу, там человек 500, наверное. Вот. И он хотел им тормозки раздать. Ну, обычно, знаете, набивают людей, тормозки раздают там все. Хотел им раздать тормозки. Но они так увлеклись Евангелием, что, короче, забыли за тормозки и все на молитву пошли. Вот. Это при том, что в зале была температура, ну, небольшая такая, где-то минус плюс 60. Вот. Такие вот дела. Хочу всех поприветствовать, всех пасторов, всех лидеров. Дорогие, рад вас видеть. Слава Иисусу Христу. Рад, что вы живы. Рад, что служите. Продолжайте в том же духе. Аминь. Аминь. Знаете, пусть во время войны вам не покажется, что до войны мы чем-то занимались, ерундой какой-то. А теперь это уже не надо. Теперь это надо больше, чем тогда. Аминь. Аминь. Потому что сегодня, когда никто не знает, куда что упадет, где что взорвется, важно, чтобы люди умирали спасенными. Аминь. А чтобы люди умирали спасенными, нам надо их привести к покаянию. Привести к спасению. И это труд. Это работа. Проповедовать, служить, рассказывать о Боге везде. Это вопрос, там, приняли, не приняли, там, родились свыше, не родились свыше. Но это не наш вопрос. Это нас не касается. Нам Бог сказал проповедовать Евангелие. Аминь. И я вам скажу, прошло полгода, как один день. Я знаю, что у нас все работали, все работали, все трудились. Скажу за себя, ну, я за это время проехал, наверное, 100 тысяч километров. Вот, две машины умерло. Привели к покаянию, наверное, тысяч 100 людей. Только в одном Харькове продуктов раздали 83 тысячи. Я уже не говорю, там, о помощи в ЗСУ, о машинах, там, о всем остальном. И в экстремальных условиях, в экстремальных ситуациях Бог высвободил возможности. Возможности для служения людям. Это то, чем мы занимались, это то, чем мы продолжаем заниматься. Я на все 200% уверен, что сейчас каждого из вас поднимю, вам есть что рассказать. Поэтому не буду тут хвалиться, что-то там рассказывать, объяснять. Я знаю, что каждый на своем месте делает все возможное. Для того, чтобы мы могли увидеть мир. Мир увидеть. Я думаю, это самая большая мечта сегодня каждого. Увидеть мир. Спать спокойно. Знаете, есть города, в которых ты более-менее спокойно спишь. Допустим, Киев. Вот в Киев ты спишь спокойно. Я не знаю почему, но два месяца туда ни один снаряд еще не прилетел. Слава Богу. Ну, Киев все-таки. В других городах, таких как Харьков, там по-другому. Там ты спишь. И там, если там в 11 тревога, где-то что-то взрывается, то ты выбегаешь с комнаты, бежишь там куда-то, чтобы было две стены. А когда оно прилетает уже в 4 утра, то тебе уже пофиг. Две стены, три стены. Ты просто спишь и все. Ты уже не думаешь про стены. Вообще не про что не думаешь. Думаешь, задолбали. Спать не дают. Сегодня мы ночевали в гостинице в Днепропетровске. Днепропетровск такой, более-менее спокойный город, знаете. Но в 2 часа ночи была тревога воздушная. И, знаете, если в других где-то гостиницах, там так настойчиво говорят, немедленно покиньте помещение. То в Днепропетровске было где-то так. Воздушная тревога. Можете покинуть помещение. Ну, так спокойно, знаете, так. Типа, ну, я же знаю, что в 2 часа все равно никто никуда не пойдет. Вот поэтому, ну, ладно, лежите там, да. Вот. Ну, вот такая ситуация, да. И всем нам хочется, чтобы это быстрее закончилось. Я вам сейчас скажу простые вещи. Вот примитивные. Да. Мир во многом зависит от властей. Во многом. Поэтому Библия говорит, прежде всего, прежде всего, прежде всего, прежде чем поели, прежде чем поспали, прежде чем попроповедовали, прежде чем что-то другое сделали, прежде всего, прежде всего, молитесь за начальствующих, за царей. Почему? Почему Библия говорит, сердце царя в руке Господа? Почему написано, так говорит Господь помазаннику моему Киру? Хотя какой он помазанник? Он какой-то едолопоклонник. Потому что Бог действует, в конце концов, через царей. Мы очень часто критикуем царей. И мы больше их критикуем, чем за них молимся. Но нам надо молиться за них. Потому что только тогда, когда мы молимся за царей, Бог через них действует. Если мы за них не молимся, а мы их только критикуем, через них может действовать дьявол. И дьявол может делать какие-то плохие вещи через них. Поэтому, когда говорят, говорит Писание, молитесь прежде всего. За кого молитесь? Ну, конечно же, молитесь за нашего президента. Без вариантов. За нашего президента молитесь. Почему? От его решений, от его настроения, от его веры, от его отношения к конфликту, к войне, зависит, как мы будем жить дальше. Поэтому молитесь прежде всего. Многое зависит от его окружения. Кто его окружает и что ему советуют. Ни один нормальный человек не может жить без советников. Я был сейчас в Синельниково, и там было плюс 60. Поэтому моя новая пастырская рубашка с белым воротничком, она просто стала, ну, как сказать, мокрой. И мы заехали в фешенебельный Синельниковский супермаркет для того, чтобы купить там рубашку. И я купил рубашку. Конечно, мне самому она была очень похожа на цыганскую. И было такое ощущение, что я только с табора откуда-то сбежал. Ну, я ее купил, повесил, и вот мы едем с Артемом, он говорит, пастырь, ты что, это оденешь? И мне, Саня, извини, пришлось заехать в Запорожский фешенебельный супермаркет и купить вот другую рубашку, да? Так вот я вам скажу, если бы он мне не посоветовал это сделать, скорее всего, я бы сейчас был перед вами в цыганском виде. От советников многое зависит. Да, от того, кто тебя окружает и что тебе говорят, многое зависит. Почему написано, удали нечестивого царя, и царь начнет принимать правильные решения. Мы должны молиться за президента Соединенных Штатов Америки. Знаете, от них многое зависит. Нам иногда кажется, да ну что там от них зависит. Слушайте, они могут сегодня нам прислать тысячу пушек, а могут одну прислать. От них это зависит. Поэтому сердце царя в руке Господа. И зависит, как мы молимся, как эта рука работает. Рука Господа может не работать просто над этим царем. Люди говорят, да ну за Путина его только проклинать надо. Знаете, за Путина тоже надо молиться. Чтоб к нему страх Божий пришел. Чтоб он покаялся. Чтоб его сердце, оно изменилось. Ты скажешь, да пошел он. Да я тоже такого мнения. Понимаете? Я бы тоже вот с удовольствием бы послал бы. Только от того, что я его пошлю, ничего не изменится. А от того, что мы будем молиться, может измениться все. Понимаете? Даниил молился. И такие цари, как Навуходоносор, привлечались в быков. Понимаете? От молитвы. От молитвы. Поэтому, братья и сестры, прежде чем мы будем слушать Слово Божье, потом мы помолимся за всех, кто хочет Богу служить, я бы предложил вам помолиться за начальствующих. За начальствующих сидя. Зачем стоя? Сидите. Просто руку поднимите. Боже наш, мы молимся за нашего президента, за наш парламент, за наш кабинет министров. Мы молимся за генерала Залужного. Мы молимся за всех командующих, которые есть по фронтам. И мы просим Твоего помазания, благословения мудрости, сверхъестественной, божественной в их жизни. Мы молимся, Господь, чтобы Ты изливал на них мудрость, сходящую свыше. И мы верим, Боже, что от их мудрых решений будет зависеть мир на нашей земле. Мы принимаем это во имя Иисуса Христа. Именем Иисуса, дьявол, мы связываем всякую Твою власть над их жизнями, над их судьбами во имя Иисуса. И мы провозглашаем господство Святого Духа в их жизни. Боже, мы молимся за всех западных лидеров. Мы молимся за Байдена. Мы верим, Боже, что от руководства этих стран зависит мир в нашей стране. И мы просим, Боже, дай им мудрости. Ты сказал, что сердце царя в руке Господа. Поэтому мы верим, что Ты коснешься их сердец. И Ты, Боже, сделаешь все, что будет способствовать миру и целостности нашего государства. Боже, я молюсь, чтобы Ты благословил нашу страну. Также я молюсь, Боже, за кремлевскую власть. И я прошу Тебя, пусть страх Божий придет к ним. Боже, пусть придет покаяние. Пусть придет состояние, когда они должны будут остановить эту войну и вернуться назад. Боже, мы также молимся и просим Тебя во имя Иисуса Христа за наши страдания, за наши мучения. За эту войну, Боже, дай нам, пожалуйста, Белгородскую и Краснодарскую область, Господь, награду за то, что мы переносим. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть дьявол во всем будет посрамлен. Пусть Украина останется страной в своих границах, Боже. Благослови. Мы величаем Тебя. Мы благословляем Тебя, Господь. И верим в то, что Ты исполнишь нашу молитву. А-минь. Братья и сестры, еще раз скажу вам. Прежде всего, молитесь за начальствующих. Прежде всего, сейчас настало то время, когда от них зависит очень многое. Если не сказать все. Аминь. Поэтому молитесь, не прекращая. Ну, а сегодня я бы хотел, чтобы мы открыли Матфея, 13 главу. Матфея, 13 главу. Пожалуйста, если у вас есть Библия, посмотрите. Можно прочитать, ну, допустим, 24 стих. Другую притчу предложил он им, говоря, Царство Небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Тема моей проповеди сегодня – свое поле. Своё поле. Поле. Помните, у нас песня когда-то была? Возьми меня, Господь, свою святость. Возьми меня, как зерно, и посей. Помните, да? Ещё один брат зашёл, слышит эту песню, поёт, и он, ему слышится, возьми меня в казино и в бассейн. И он, короче, говорит, ничего себе, вы поёте. Вот. Ну, потом он понял, что возьми, как зерно, и посей, да? И посей. И вот вопрос очень простой. Зерно есть? Кто-то мне зерно обещал. Вот. Вопрос очень простой, да? Посей. Куда посей? Куда посей? Очень простой вопрос. Знаете, что такое зерно? Оно маленькое. Оно ничем не приметное. Оно такое вот, ну, ничего из себя не представляющее, да? Когда ты, допустим, рис кушаешь, ты даже не обращаешь внимания, что ты кушаешь. Ты просто раз, и закинулся, и всё. Когда ты там... Смотрите. Вот оно, зерно. Рисовое зёрнышко. Маленькое, маленькое, да? Так вот, куда посей это зерно? Это имеет очень большое значение. В 13 главе Матвея есть три притчи. Все они про сеятели. Одна притча про то, что сеятель сеял семя, и оно там попало на почву каменистую, попало среди сорняков, украли это семя вороны. Смотрите, могут такое семя вороны украсть? Вообще без проблем. Что, вороны? Какие вороны? Воробей украдёт. Вообще без проблем, да? И там говорится о почвах, о почвах. Всё о почвах, о почвах, о почвах. И говорится о том, что жизнь этого зерна, жизнь, зависит напрямую от почвы, в которую оно попадёт. Вторая притча говорит о потенциале зерна. О том, что маленькое горчичное зерно, оно имеет такой великий потенциал, что из него вырастает огроменное дерево. И туда укрываются птицы небесные под это дерево. И третья притча говорит о том, что на твоём поле может сеять не только Бог. Туда может своё семя закинуть и кто? Дьявол. Вот так вот. Три притчи. Одна о потенциале семени. Вторая о важности почвы. И третья. О том, что туда может засеять что-то и дьявол. Три притчи. Так вот, на что я хочу обратить внимание? Если я служу Богу, то у меня есть своё поле. И от того, какое у меня поле, какое у меня поле, во многом зависит, что там будет расти. Или если правильно сказать, кто там будет расти. Церковь не растёт. Лидеры не растут. Бизнесмены не растут. Духовные люди не растут. Ничего не растёт. Семя плохое. Мы не знаем. Может и семя плохое. Может быть, плохое семя. Но, чаще всего, не семя плохое. А чаще всего, что? Почва плохая. Почва плохая. Церковь. Это почва. Наше движение, новое поколение. Это поле. Это почва. Понимаете? И от этой почвы зависит, что мы будем видеть вокруг себя. Я видел такие церкви, которые годами служат. Годами. И они годами мне говорят, пастор, лидеров нема. Этих нема. Того нема. Того нема. Ну, не растёт ничего. Не растёт ничего. И чё? Ну, вот этот же был у тебя человек. Да, козёл. А этот? Да, сволочь. А этот? Да, подлец. Может быть, есть смысл поговорить не о семенах? А есть смысл поговорить о наших полях? Амэн. Знаете, Украина очень интересная страна. Мы имеем 1% суши на земном шаре. Украина занимает 1% суши. При этом мы имеем 40% мирового запаса чернозёма. Да, ну шо Аллилуйя? Ну, не Аллилуйя. Вообще не Аллилуйя. Понимаете? Нету Аллилуйя. Аллилуйя в Голландии. Вот там Аллилуйя. Там нету земли нормальной. Там нет чернозёма. Там ничего нету. Они вот как-то так умудрились, что они выращивают для всего мира клубнику, ежевику, цветы, там, я не знаю, фрукты все, овощи. Кого? Лохына, да? И засыпали весь мир. Весь мир засыпали. Понимаете? Весь мир закидали. Куда ни зайдёшь, везде всё голландское. Ну, или польское, да? Хотя у них земли нету. Израиль. Читайте Библию. Библия говорит, пустыней сделаю Израиль. Израиль это пустыня. Там песок. Там почва вообще какая? Никакая. Вот никакая. Но от людей многое зависит. Понимаете? Люди могут хорошую почву сделать плохой. Это когда ты вместо нормальных вещей рапс выращиваешь. Который высасывает с земли и что? Всё высасывает. Просто делает землю пустой. Пустой делает. Просто вытягивает всё оттуда. Весь жир, всю силу земли вытягивает. Понимаешь? И в итоге она становится никакой. Как в Библии сказано, сделаю плодородную землю солончатую. Солончатую, так сказано. За нечестие живущих на ней. Люди нечестивые живут и из этого земля меняется. Она была плодородная, стала солончатая. А можно как в Израиле. Там камни одни, песок. А у евреев голова есть. Аллилуйя. Слава Богу за евреев. У них есть голова. И в украинцах тоже есть голова. В смысле голова? Голова колгоспу, че кто? Че голова правления. Голова должна быть у каждого. Понимаете? И они взяли, подвели каждому растению там трубочку, там капает туда водичка. Понимаешь? Увидели, что, допустим, каких-то веществ в почве не хватает, да? Потому что земля, это что? Это таблица Менделеева. И в земле может быть там много мочевины или много азота может быть. Или много кремния может быть. Может быть недостаток кислорода в земле. Может быть избыток наоборот. Понимаешь? И люди с головой, да? Они взяли то, чего не хватает, добавили. То, что излишнее, убрали. И вдруг смотришь, что они делают эти евреи? Они апельсины выращивают. И всему миру продают апельсины. Апельсины продают всему миру на этой земле, которая, казалось бы, ни к чему не была пригодной. И братья в кипах сказали Аминь. Да. Так вот, наша жизнь тоже зависит от почвы. Можно клепать себя и говорить вот я неудачник, вот я тупой, вот у меня не получилось, вот у меня не вышло, вот я не состоялся, вот таланты мои не раскрылись, вот способности мои не раскрылись, вот я не сумел, не смог, вот не получилось у меня что-то. А я тебе скажу, очень многое зависит от почвы, на которую ты попал. Может быть, ты вполне нормальное зерно. Только живешь среди придурков. Может быть, так быть, понимаешь? Попал не в ту почву, оказался не там, где надо оказаться. Рядом с тобой не те, кто должен быть. Это проблема. Знаете, я легко проповедую эту проповедь. Почему? За спиной стоят годы служения. И за эти годы служения мы вырастили много людей. Вырастили. Когда ты вырастил, много лидеров, много пасторов. Кто-то работает с тобой, кто-то работает не с тобой, кто-то работает против тебя. Но ты знаешь, что ты вырастил. Понимаешь? Ты их они были на твоей почве, на твоем поле. И они там выросли на твоем поле. Они там стали кем-то. Они были не кем, стали кем-то. Они были как эта семочка, никто. Понимаешь? Ну они выросли и стали кем-то там. Но я понимаю, что этого всего мало. Нам надо, чтобы наши поля были лучше. Мы должны вырастить сотни тысяч Божьих людей. Мы должны сделать так, чтобы все таланты и дары раскрылись. Чтобы на наших полях поднялись и сильные евангелисты, и поклонники, и пастыры, и учителя, и бизнесмены, и политики, и люди, которые могут сегодня менять судьбы страны, земли и так далее. У нас должны быть такие поля, как в Голландии. Казалось бы, что там в той Голландии? Казалось бы, у них земли нормальной нету, а вот у них голова есть, они смогли туда, в эту землю положить то, что нужно. Они смогли добавить в землю то, чего там не доставало, и теперь эта земля засыпала весь мир цветами. Мы должны засыпать весь мир цветами. Аминь. Не бурьянами, а цветами. Хорошими людьми. На нашем поле должны вырастать хорошие люди. Да. И это от почвы зависит. Библия говорит, упало семя на камне и не смогло пробиться. Пробиться не смогло. Почему? Потому что церковь камни. Пастыр камень. В плохом смысле слова. Не в хорошем. Кирпич кличка. Не пробился. Не пророс. Почему? Почва плохая. Понимаешь? Не стал тем, кем должен был стать. Почва плохая. Кто-то просто эти камни никогда не убирал. А их надо убирать время от времени. Особенно, когда камень на душе. Надо идти к Богу и убирать этот камень. А что, ты будешь всю жизнь с этим камнем жить? Хотеть больше всю жизнь с этим камнем? Так тебе надо от него избавиться. Понимаешь? Для чего? Чтобы росло все хорошее. Слушайте, дорогие мои, люди намного лучше, чем мы о них думаем. Просто многие из них живут в чертячьих условиях. Посели их в нормальные условия и ты увидишь, что люди нормальные. Многие люди любви не видели, не видели любви. Поэтому он живет, знаете, как он вырос и живет, как собака. Хау, хау, хау на всех. Ему, он еще никуда не зашел, ему кажется, что тут уже все враги. И он уже думает, кому что сказать, на кого куда наехать. Потому что он привык, он вырос на такой почве, где недостаток любви, где недостаток внимания, недостаток хорошего отношения. Он привык, что его помыкают, как собаку. И он смотрит на всех. Кто очередной меня пнет? Кто? Да никто не хочет тебя пинать. Никто не хочет, а я думаю, все равно кто-то пнет. Привык. Вырос в таком состоянии. Вы знаете, мы должны менять почву. Война не должна нас сделать хуже. Знаете, война многих людей сделала хуже. Хуже. И говорят, ну война же. Война должна нас сделать лучше. У нас должно быть больше любви. больше так-то. Так-то. Понимаете? Любовь, она всегда сопровождается тактичностью. Правильно задать вопрос. Я говорю, правильно задать вопрос. Не с наездом, не по-хамски. А правильно. Почему? Почему? Потому что время такое. в это время мы должны стать лучше. Наши отношения должны стать мягче. Мы должны стать внимательными. Когда ты смотришь на глаза человека, где-то он отсутствует, ты должен задаться вопросом. Не просто, а что там, брат, веру потерял, да? Задаться вопросом, что? Что беспокоит? О чем думаешь? О чем волнуешься? О чем переживаешь? Время такое. Знаете, голландцы сделали почву искусственно. Им Бог ее такой не дал. И вообще Бог ничего не дал, кроме конопли. Но они сумели сделать все хорошее. Понимаешь? Искусственно. И евреям Бог не дал ничего. Пустыня. Пустыня. А они все сделали. И теперь это не пустыня. Теперь это пророчество. Зарастет пустыня садом. И оно заросло все. Все растет. Понимаете, что такое почва? Это десятки, даже сотни каких-то микроэлементов, от которых зависит вырастет там прекрасная роза или дуля с маком. Вот и все. Куча микроэлементов. Тонкие вещи. Еще раз, тонкие вещи, понимаете? Жизнь зависит от тонких вещей. Иногда семья приходит помирить о нас. Ты их выслушаешь и ничего понять не можешь. Потому что речь идет не о кирпичах каких-то, а о микроэлементах. Микро, которых никто не видит, никто не понимает. Женщина не скажет. Она промолчит. Она что-то скажет, то, чего нету. А то, чего есть, она не скажет. Она будет говорить, ну, я не чувствую, что он меня любит. может она бы сказала, но не хватает. Знаете, микро, микро, микро. Это все микро. Нам пора, братья и сестры, от решения больших проблем переходить к решению маленьких. Понимаете меня или нет? От маленьких. Маленькие вещи надо замечать. На них надо обращать внимание. знаете, от этого все зависит. Все зависит. Я иногда смотрю на наших пасторов, лидеров. У меня вопрос такой, знаете, здоровый Богу. Я говорю, Господи, ты вообще уверен, что мне надо из наркоманов, алкоголиков, и зеков делать пасторов? Я вот задаю вопрос. Я думаю, Господи, может, может, этот материал, он не годится для этого всего? И знаете, что мне Бог говорит? Не в семени проблема. Не в семени. В почве. В почве. если мы можем из таких людей делать других, то это лишь одно доказательство. Земля у нас хорошая. Амин. Я помню, привез меня один брат елочку. Я посадил елочку, взял с клёна такой топором тубок отрубил, застрогал конец. Ну, знаете, как застрогивать? И забил его. И привязал к нему елочку. Весной смотрю, елочка зеленая и дубок расцвел. Вот когда земля хорошая, понимаешь, ты колышек забил, а он раз и расцвел. А когда земля плохая, ты елочку посадил, а там не елочка вырастает, все обсыпалось, и смотришь, стручок такой торчит. Все. Что такое? Земля такая. Земля такая. Понимаешь? Тебе нужно заботиться о своей почве. Потому что у каждого служения есть почва. Почва. Знаете, когда я начинал строить церковь, мне Бог постоянно о чем-то говорил. Однажды я получил откровение, что мне в служении не хватает веры. Обалдеть. Я говорю, Господи, как не хватает? Я же уже людей с инвалидной коляски поднимал. Я уже слепых исцелял. Я уже глухих исцелял. Как это не хватает веры? А Бог говорит, послушай себя. Я начал себя слушать и думаю, ну да, веры не хватает. Знаешь, как не хватает земле, Игорь, какого-то микроэлемента. И нельзя успокоиться с этим. Если видишь, что не растет, значит, что-то не хватает. А если что-то не хватает, задавай вопрос Богу. И господи, какого микроэлемента мне не хватает? Что мне надо изменить? Что мне надо перестроить? И знаете, я понял, что мне надо каждый раз демонстрировать свою веру, демонстрировать, то есть заявлять, провозглашать, кричать о чем-то. И знаете, что-то изменилось. Потом я смотрю, Дух любви любви, не хватает любви. Надо отношения поменять, надо более внимательным к людям стать. Этого не достать. Понимаешь, нет любви, ничего не растет. Я вот смотрю на некоторых пасторов, они молодцы, они умеют решать проблемы, они просто, знаете, как, не растет у них дерево на их почве, они пошли на другую почву, выкопали, пересадил к себе, закопал, и оно какое-то время еще зеленое. Потом проходит года два, три, смотришь, а где тот брат, которого ты с моей церкви перетянул, где он? Засох, зараза! Да он не зараза, это у тебя микроэлементов в голове не хватает, надо поменять что-то, понимаешь? Потому что ты даже с моего поля здоровые растения пересаживаешь, а они у тебя вздыхают. Почему? Потому что ты не заботишься о почве, ты просто хочешь, чтобы там что-то засадить, что-то, засадить, что-то, чем-то засадить. А не надо просто чем-то засадить, надо, чтобы выросло и желательно возьми меня как зерно и посей куда? Скажи, Господи, посей меня в хорошую почву, в хорошую почву, на хорошей земле хочу расти, ну и вон нафиг эти кирпичи, эти бурьяны, этих ворон, хочу расти на нормальной земле, аминь, хочу вырасти, хочу принести плод в 30, 60 и 100 крат, хочу, чтобы Христос меня не проклинал, как ту смоковницу, аминь, хочу, чтобы все росло, почва, 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 однажды Господь сказал, у тебя нет общения с людьми, ты же как с людьми разговариваешь, да, нет, пока, мне по телефону никто не звонит, почему, потому что каждый думает, звонить, не звонить, напарюсь сейчас, меняй отношения, задавай вопросы, правильные вопросы, слушай, знаете, чем интеллигентный человек от быдла отличается, интеллигентная людина, в ней задаваты верни пытания, верни, знаете, людина відповідає на це питання, і він зразу відчуває себе краще, да, це микро віщи, але от них все зависит, понимаєте, меняй почву, меняй почву, меняй атмосферу, меняй дух, добавляй, чего не хватает, не надо из себя корчить такого, знаешь, суперсовершенного харизмата, у меня все нормально, у меня все хорошо, аллилуйя, исповедую, так можно в ад попасть и исповедовать, что ты не в аду, не надо, надо менять все, знаете, менять, у нас должны быть мозги божьего народа, еврейские, знаете, как выглядят еврейские мозги, я вам сейчас расскажу, Бог собрал христиан, мусульман и евреев, говорит, через три дня будет потоп, и вся земля будет затонута, все, земли не будет, будет вода сплошная, поняли, поняли, христианин, папа римский вернулся, собрал своих католиков, говорит, ребята, все, хана, скоро потоп, все затонет, надо каяться, просить у Бога прощения, труба, мула собрал всех своих, говорит, братья, мусульмане, надо еще пару жертв принести, потому что, ну все, труба сейчас потоп будет, всему хана, пришел, равен, собрал всех евреев, говорит, ребята, через три дня потоп, нам надо выучиться жить под водой, нам надо выучиться жить, понимаете, как голландцы, они просто создали из ничего самую плодородную землю, а мы из плодородной земли создали что? Ничего создали, создали ничего, вот так вот, из плодородной создали ничего, почему мы рапс выращиваем и подсолнечник, потому что в мире их больше никто не хочет выращивать, никто не хочет себе землю портить, поэтому мы их выращиваем, вот и все, а Украина со своей землей сорока процентами чернозема, мы вообще могли бы не входить ни в Евросоюз, никуда, мы могли бы построить себе такой забор, метров десять высотой, через каждые пятьдесят метров поставить по ракете Нептун и выращивать все и продавать всему миру. Китайцы бы так вот ели все, что мы вырастим еще до того, как мы им бы это доставили. Их миллиард, полтора миллиарда, они бы ели, 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 мы просто вот так вот кидали бы все, кидали, 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 не едят, 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 мы кидаем, а не кидят. Да? От земли зависит многое, что растет, на этой земле, что растет на твоей земле? Знаете, у Иисуса была такая почва, он взял двенадцать рыбаков, ну давайте скажем честно, ну довольно-таки странные типы все были. И он из этих странных людей он взял вот так вот раз, 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 вот все, они уже там исцеляют, они уже бесов изгоняют, они уже там в чудесах участвуют, они уже хлеба размножают, смотришь, странные люди, смотришь, все уже задействованы, у всех все получается, все хорошо, Иисус берет семьдесят, семьдесят, понимаете, какая почва, ты вон попытаешься кого-то исцелить, Господи, да я недостаточно еще верующий, я только пятнадцать лет во Христе, мне еще не получается исцелять, Иисус их только собрал, по двое разделил, говорит, идите, они пошли, всех исцеляли, выросло двенадцать, выросло семьдесят, ну да, среди этого поля сатана посеял Иуду, Иуда выросла, знаете, в чем проблема хорошего поля, проблема хорошего поля, что там растет все, и хорошее и плохое, знаете, проблема плохого поля в чем, у них ничего не растет, они говорят, у вас такие люди есть, вот у нас таких нет, так у вас никаких нет, у вас ни хороших, ни плохих нет, у вас просто ничего не растет и все, поэтому у вас церковь, ну, состоит из бабушек, которым по 75 лет младшая, они покаялись в 44 году, когда немцы вышли из Украины, и они до сих пор в церкви, и все, у нас нет, у нас святость, так понятно, а у вас, а у нас все, потому что на огороде растет все, ты приходишь, думаешь, клубника, чуть позже пришел, смотришь, нет клубники, вот такой бурьян стоит, говорят, немецкий, я вот всегда удивлялся этому, в Германии нет бурьяна, братья и сестры, вот в чем проблема, а что, у нас немецкий бурьян растет, я не понимаю, в Германии он не прижился, нам только трава газонная растет, у нас немецкий бурьян кругом, и каждый, каждый год все говорят, ой, задолбала эта аллергия, фу, амброзия, но ни у кого не появляется желание его уничтожить, как росла амброзия, так и растет, почва, от нее зависит многое, помню, где этот красивый брат в очках и шляпе, куда он делся, маэстро, помню, у нас комната в церкви была, там молились братья за исцеление, ну, молились, люди исцелялись, ну, кто-то не исцелялся, кто-то исцелялся, ну, много исцелялось, я помню, зашел в эту комнату, они там молятся, я им говорю, братья, а как вы думаете, я говорю, почему вы сейчас молитесь за исцеление, вы знаете, отступление маленькое хотел сделать, чем отличается дебил от умного человека, умный человек понимает причина, следственную связь, дурак не понимает, дурак, знаете, он как рыбка гупи, у него память и ушла, знаешь, смотри, мужик подошел к аквариуму, о, мужик, глянула туда, потом опять туда, о, новый мужик, почему, ну, потому что у него нет памяти, знаете, нету вот этого понятия причина-следственная связь, во всем есть причина-следственная связь, такого нету, что без причины что-то появилось, все имеет причину, я говорю, братья, почему, как вы думаете, почему вы молитесь за исцеление, они говорят, ну, Бог нас избрал, я говорю, вы знаете, если бы вдруг вы попали не в церковь, новое поколение, в Першетравинске, в чем вам несомненно очень сильно повезло, а попали, допустим, в зал царства свидетелей Яговы, то я вам даю гарантию причина-следственная связь, что вы бы сейчас не исцеляли, а ходили бы с заснетнутой последней пуговицкой в белой рубашке, звонили бы и говорили, а можно поговорить с вами о Ягове, а вам бы говорили, Паш, а вы бы сторожевой башней бы махали вот так вот а что свидетелей это не почва тоже почва тоже почва, понимаешь, но на разной почве разные вещи растет, да, разные вещи растут, и люди разные растут, я понимаю, новое поколение несовершенная почва, несовершенная, слава Богу, хоть что-то растет, хоть что-то вырастает, слава Богу, но мы должны объединиться, братья и сестры, объединиться, и общими усилиями сделать все, чтобы здесь было все хорошее, знаете, почва это вся таблица Менделеева, кто знает, сколько элементов таблицы Менделеева, 100 гривен дам, кто ответит, сколько, еще раз, 52, 32, я не знаю, я бы спрашивал, погнали, хорошо, в таблице Менделеева много элементов, да, много, разные, знаете, она, потому и называется периодическая, потому что некоторые еще открыли, не знали, раз открыли, говорят, то новый появился элемент, еще новый элемент, братья и сестры, так мы так живем, по мере того, как мы живем, нам надо постоянно открывать новые элементы, не хватает чего-то нам, не хватает, вот этого не хватает, вот этого не хватает, открывать надо, да, не просто, ну, мы какие есть, такие есть, мы не должны быть, какие есть, такие есть, мы готовим почву, для громадного пробуждения, на эту почву должны быть посеяны миллионы людей, и семена будут брошены, я говорю, семена будут брошены, семена будут брошены, куда они попадут, на какую почву, Библия говорит, что дьявол тоже сеет в наши поля, и дьявол посеял Иуду, который был с Иисусом, ходил с Иисусом, заведовал деньгами, до тех пор, пока не увидел, что служение Иисуса заканчивается, и он решил его предать, как, поцеловал, вот скотина, зачем целовать, решил предать, ну, предай, не, надо целовать еще, добавить ко всем, ну, такое, бывает, Господь говорит, будь расти и пшеница, и плевела, да не трогайте, жатва придет, выдергаем, жатва придет, все выдернем, ну, пока, ну, пусть растут, посмотрим, что будет дальше, куда оно вырастет, факт остается факт, наша жизнь, наше благословение, оно зависит от той почвы, на которую попала наша жизнь, мало того, каждый из нас делает свое поле, кем будут твои дети, какой будет твоя семья, каким будут твои внуки, ты делаешь свое поле, ты его делаешь, домашняя группа, какой она будет, какой она будет, как мне кто-то сейчас говорил, говорит, пастор, почему так бывает, один супер духовный человек, у него постоянно откровение, пророчество, видение, он все знает, все видит, все понимает, на ячейке дали 10 человек, через месяц, нема никого, другой говорит, книжку открывает, 52 урока, читает, и 25 человек сидит, почему так бывает, каждый строит свое поле, каждый строит свое поле, ты делаешь так, чтобы оно было чистым, без камней, чтобы оно было питательным, удобрения, чтобы там были, которые нужны, знаете, раньше люди не понимали, какие нужны удобрения, просто сыпали, чтобы попало, сейчас все понимают, взяли анализы, сделали, ага, фосфатов не хватает, азота не хватает, того не хватает, засыпали, наступило правильное время, апостол Павел говорит, говорит, я приду к вам, я вам преподам то, чего как раз вашей вере не достает, слушайте, да какие бы мы не были супер умные, супер духовные, есть то, чего не хватает нашей вере, если ты думаешь, да у меня все хватает, вот у тебя точно не хватает, точно, потому что человек, который понимает, что он чего-то не понимает, он лучше того, кто не понимает, что он не понимает, когда ты понял, не хватает, отношений не хватает, любви не хватает, помазания не хватает, помазания, понимаешь, и тогда ты смотришь, ты проповедуешь, служишь, говоришь вроде правильные вещи, ничего не работает, что такое, помазания не хватает, земля должна быть жирной, жирной должно быть, помазания не хватает, когда я понял, что мне не хватает помазания, я сказал, Бог, что делать, Он говорит, когда не хватает помазания, иди к тем, у кого оно есть, и все, пусти люди, у кого есть помазание, молятся за тебя, чтобы у тебя тоже было помазание, все просто, Все просто, понимаете? Ты создаешь почву, почву для роста. Зачем нужна почва? Потому что впереди огромные урожаи. Миллионы спасенных душ. Время Украины настало. Да, мне не очень нравится это говорить сейчас во время войны. Но факт остается фактом. Люди открыты для Бога. За эту неделю я молился со всеми. С комбатами, с комбригами. С пожарниками. С замами мэра. И никто не сказал, я не буду каяться, я не буду молиться. Все молятся. Все жаждут Бога. Понимаешь, настало время. Куда попадет это семя? У меня вопрос. Попадет оно на хорошую почву? Или попадет оно на плохую почву? В которой она просто умрет. Умрет. Я не хочу, чтобы кто-то умер. Я хочу, чтобы церкви расцвели. Чтобы те, у кого было в церкви 50 человек, было 500. Чтобы те, у кого было тысячи, стало 10 тысяч. Я не хочу, чтобы все умирало. Я хочу, чтобы все жило. И это зависит от нас. От твоей семьи. Какой она показывает пример для паствы. Люди все видят. Люди все понимают. Люди чувствуют духом. Кто есть кто в этой семье. Семья – это пример. Наши дети – это пример. Наши отношения мужа с женой – это пример. Мы показываем этот пример. Мы его даем людям. Это тоже хорошая почва. Давайте мы склоним свои головы. Следующие несколько минут. Давайте попросим Духа Святого. Дух Святой. Мы просим Тебя. Твое присутствие. Твое помазание на этом месте. Дай нам то, чего недостает вере нашей. Принеси нам то, чего недостает вере нашей. Дух Святой. Дополни нас. Покажи нам, что нам нужно. Давайте мы встанем. И следующие несколько минут будем молиться на языках. Аллилуйя. Чи рама рамана. Чи рама рамана. Дух святой, Дух святой, В тебя нуждаю! Дух святой, Дух святой! В тебя нуждаю! Дух святой, В тебя я нуждаю! Дух святой, В тебя я нуждаю! О, Дух святой, В тебя я нуждаю! 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 В тебя я нуждаю! Ты нужен мне, В тебя я нуждаю! Дух святой, В тебя я нуждаю! Дух святой, В тебя я нуждаю! Дух святой, В тебя я нуждаю! В тебя я нуждаю! В тебя я нуждаю! В тебя я нуждаю! Дух святой, В тебя я нуждаю! Дух святой, В тебя я нуждаю! В тебя я нуждаю! В тебя я нуждаю! В тебя я нуждаю! Субтитры создавал DimaTorzok Тебе я нуждаюсь, Дух Святой 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 Давайте подняем руки и будем просить этого Господа Просто молись, скажи Бог, сделай меня хорошей почвой Сделай мою церковь хорошей почвой Сделай, пожалуйста, Господи, сделай Молись, молись, молись сейчас от всего сердца Узывай Бог Молись, 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 открывай свой дух Сегодня есть помазание, помазание Субтитры создавал DimaTorzok 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 Великий, Великий Над всеми богами, Ибо Господь есть Бог. Великий, Великий Великий, Моя березня Великий, Великий Пройдите сюда, пастора, вперед! Я хочу, чтобы мы за всех помолились. Пусть твоя земля, твоя почва, она будет наполнена елеем Духа Святого! Проходи, проходи, проходи! Он есть Бог наш, и мы народ. Пастры Его и овцы руки Его. Он есть Бог наш, и мы народ. Пастры Его и овцы руки Его. Он есть Бог наш, и мы народ. Пастры Его и овцы руки Его. Он есть Бог наш, и мы народ. Пастры Его и овцы руки Его. Пастры Его и овцы руки. Он есть Бог наш, и мы народ. Его и овцы руки Его и овцы руки. Пастры Его и овцы руки. Пастры Его и овцы руки. Он есть Бог наш, и мы народ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать!